здравствуйте артем пожалуйста расскажите о себе родился я в деревне деревня у нас было такая знаете вот на то на то время для меня наверное удивительное удивительным районом почему потому что у нас было 97 процентов немцев воспитывался я с бабушкой как в любимого внучка она любила закармливать получается когда готовила мне было интересно что она делает как на делать но я честно вам скажу я никогда бы не связал те события которые происходили в моем детстве с тем чем меня ожидает 30 лет если допустим все мечтали быть какими-то летчиками летчиками там комбайнерами еще кем-то я вообще вообще не мог понять кем я буду честно думаю так космонавтом быть не хочу водителям что-то тоже я с не особо хочу кем-то там еще тоже короче есть такой там на таком распутье я думаю что большинство молодого поколения именно в такой фазе живут что они не знаю чего не хотят вот как бы я умею это но на этом я зарабатывать не хочу а на чем я хочу зарабатывать и это не нет мне это не это не нужно да это тяжело на потом 90-е годы что пришлось заниматься каждый каждый чем чем захочет вы долгое время прожили в германии что сподвигло вас вернуться в казахстан прожив 5 лет германия увидев насколько они там космополиты что не живут не только самой германии да но им интересны разные страны получив образование там отучился мне так мне знаете нара повезло я отучился на менеджера менеджер по развитию и меня одна компания увлекла и я в качестве эксперимента поехал обратно казахстан в город астана это удивительный город там была стройка знаете всегда интересно да когда что-то строится зарождается в этом наверно какая то есть такая духовность да то есть когда ты сможешь стоять у истоков чего-либо пока я в германии жил я работал и поваром я работал и каменщиком но однозначно этот где где-то я при пригожусь когда я приехал прожив один год увидев насколько стремительно все растут и насколько знания которые я получил германия насколько они опережают то время в котором я нахожусь в астане я понял что обязательно должен там остаться возможности были просто неограничены могли в любой стартап который ты презентуешь мог могли вкладывать любые деньги германии допустим такого бы я по себе никогда не получил бы не позволил я вам скажу так что я был не единственный кто вернулся знаю что много-много людей вернулись и они сейчас здесь добились больших успехов не в астане овцы в целом в казахстане как вы пришли к тому чтобы связать свою профессиональную деятельность ресторанным бизнесом когда жил в германии и работав поваром я там устроился в один ресторан который сколько я знаю в третьем поколении уже был рестораном стюрингене там производят очень много разных колбас стюринген кстати очень славится своими колбасами я познакомился с колбасным делом меня настолько увлекло семья в честь которой назван город и они до сих пор производят эту колбасу то есть представляете то есть поколение в поколение от отца сыну передавались эти знания когда это все увидел я сказал слушайте а почему здесь такого нет приехав сюда в казахстан я забыл свою целью что я должен создать флеш рай найдя этот нужного инвестора который инвестировал и знал во что он инвестирует мы открыли первый свой флеш рай и начали производить там колбасы именно по традиционным немецким рецептам мы стали обретать популярность получается начали производить массово сначала производили для кафе ресторанов потом открыли маленькие магазинчики потом открыли прям такую целую фабрику по производству колбасы в прошлом году мы даже получили из рук президента выбор года колбасного дела награда есть на тот момент я вам скажу что я уже работал шеф-поваром еда вообще для меня являлась таким называемым культом что я очень любил поесть не знаете что нравилось если к нам приходили гости я всегда старался что-то им приготовить угостить таким чтобы они не поели нигде и мне каждый раз говорили что тебе нужно быть нужно быть шеф-поваром для меня шеф-повар это был вообще какой-то там небожитель 2010 году мне поступило предложение не хочу ли я быть шеф-поваром с неделю я думал согласился и вот на сегодняшний день получается уже 10 лет являюсь шеф-поваром но уже и владельцем пяти ресторанов как вам пришла идея открыть ресторан в этом стиле давно изучали вопрос именно посещение ресторанов и мы убедились что немногие люди хотят прийти в ресторан они их боятся и мы подумали что если мы сделаем ресторан в стиле хорошего дома уютного с семейными фотографиями со всеми то люди будут приходить туда как себе домой и уж тем более прямо у нас такая поговорка есть бабушки да теперь многие говорят пойдем к бабушке зине вот так он так оно и получилось здесь представлены фотографии вашей семьи бабушка зина вот видите здесь вот это мы здесь в алмате тут мой брат моя мама видите вы везде сестренка все портреты что висят это все мои родственники я их не знаю это же мой дом все я их возвесил вот вы у меня обнестает пользуетесь ли популярности немецкая кухня у казахстанцев конечно я благодаря ней разбогател слушайте мне кажется нет человека который пил бы пиво и ни разу бы не поел сосисек там сосиски же разные есть единственное что нам пришлось здесь это адаптировать но тем не менее вайсвурст карри вурст кракуя да такие копченые колбаски если вы как раз видели это невероятно вкусно поверьте вообще тюринген это вообще самые 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 распространенные единство что здесь немногие могут выговорить это название поэтому они их называют немецкие колбаски в латинном мире тюринген вирус да круче круче не бывает мне каждый раз приходится ребятам моим поварам говорить о том что это блюдо готовят каждый раз когда сезон картофеля начинается и получается картошку себе собирают и попадается мелкая ее отваривают немножко прям с кожурой разминают добавляют сметану много зелени чеснока и это вообще просто наулет из картофельного пюре туда добавляют муку и делают такие этот котлеты из картошки бабушка говорила картофель пляс я не знаю как как она на самом на самом деле потому что я в германии тоже не так много они там там с американской кухни крокеты но это не крокет вовсе не карте там зажаренный лучок туда добавляет со сметаной это невероятно вкусно у нас есть окрошка по-немецки слушайте она же там на классе на всякой ну каждый пытается что-то налить да у нас на майонезе у меня был 3 тренер в детстве занимался профессиональным велоспортом владимир вегель когда немец смотрите фамилия такая очень редкая и он говорит артем вы все русские делаете там на сметане на кефире на этом настоящий немец делает только на майонезе понятно что бы немножко вода добавляется он жидкий но тем не менее да я это я это запомнил даст на всю жизнь настоящий немец делает только на хорошем майонезе как коронавирус повлиял на деятельность вашего ресторана для многих это было прям совсем печально нам удалось с этим справиться что у нас была слаженная команда рестораны у нас разнопрофильные то есть каждый под свою публику получается есть каких-то был провал других был плюс она уже пришлось быстренько переориентироваться на приготовление блюд на вынос и к тому моменту у нас получается уже была одна концепция такого стрит-фуда и вот мы его реализовали там мясная лавка нас радовала потому что ресторана ходить нельзя было но все хотели готовить да и тут как раз мы приготовились со своими полу фабрикатами которые люди гораздо ценили ну и благодаря чему в принципе мы выжили этом все но реально было тяжело но мы уже выбираемся на сегодняшний день мы уже выходим на новые цифры то есть цифры которые нам приносят рентабельность предприятия потому что за тот период мы накопили очень много долгов по поставщикам по всем но еще раз вернусь к тому что и за то что у нас была слаженная команда нам удалось из этого кризиса выдаться договориться по отсрочкам по еще каким-то моментом какие уроки вы вынесли ситуации с пандемией после того что получается были ограничения по ввозу продуктов нужно переориентироваться на местный продукт сто процентов а местным фермерам учесть что подобные вспышки будут куда-нибудь еще в жизни однозначно и ограничение не так быстро снимут если бы они начали выращивать тот продукт который нам нужен круглогодично поэтому число мы понимаем что за деньги не это не произойдет то в будущем их ожидает большие прибыли что это очень важно мы для себя четко определили что мы готовить должны почти все продукты куплены здесь на рынке произведенные произведены здесь выращены здесь конечно оливковое масло мы здесь вырастить не сможем так но тем не тем не менее да какие-то момент моменты нужно реализовывать здесь трудности нас закаляют вот здесь есть и понятие трудности и которые мы выдержали ну не получилось бы того что мы имеем сейчас я вообще скажу что не у всех получается подняться чтобы свое сделать только из-за того что они недостаточно настойчивые и упертые профессионализм это одно вы спробуйте устоять на рынке выслушивая критику и похвалы и не завязниться и все что было на своем месте как нужно это тяжело позади вас растет дерево которое также изображено на логотипе о чем это говорит я считаю не уверен в этом что успех любого дела в правопреемственности профессия знаете как в японии в том числе и в германии сын он исследовал профессию от своего отца а тот от своего отца и так далее вот только тогда поэтому у нас в основе дерево это семейственность спасибо большое за интересное интервью